Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа «Подробности», а в нашей студии Геннадий Пашин, руководитель Рязанского отделения Пенсионного фонда. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Самый первый вопрос, который волнует всех пенсионеров, это увеличение пенсии. Когда начнется этот удивительный и хороший процесс? Параметры, которые заложены в бюджете Пенсионного фонда на 2015 год, они у нас с 1 февраля будут выполнены, даже в некотором смысле повышены. Так как в бюджете заложено 7,5% индексации пенсии, а фактически это будет более 10%. Мы с 1 февраля увеличим все трудовые пенсии, а с 1 апреля проиндексируем все социальные пенсии на 12,3%. Но исходя вот из этих индексаций, следует отметить, что мы ожидаем, что в связи с этим уменьшится количество граждан, проживающих, или количество пенсионеров, которые претендуют на так называемую федеральную социальную доплату. Потому что у них резко повысится пенсионное обеспечение, что повлечет увеличение их материального достатка и превысит у большинства прожиточных минимум пенсионеров, которые у нас установлены в Рязанской области на 2015 год. Ну и, соответственно, уменьшится количество пенсионеров, которые будут претендовать на эту федеральную социальную доплату. Поэтому часто после индексации многие нам звонят, что вот как бы было увеличение, а фактически у них, у некоторых категории, существенного увеличения пенсии не произошло. В связи с тем, что вот уменьшается федеральная социальная доплата, ну и, соответственно, вот того уровня, какие бы ожидал человек, он, конечно, уже не получит. Но эта категория не очень большая, их у нас всего 30 тысяч по области, но такие люди есть. Мы с вами неоднократно встречались и до Нового года, и постоянно говорим, вроде обсуждаем одни и те же вопросы, но все равно очень много непонятного для телезрителей, особенно тех, кто постарше. Все переживают, что где-то что-то не выплатят, что какую-то информацию они упустили. Самое главное, о чем должны помнить и знать телезрители? Чаще просматривать периодическую печать, которая как в основном региональное издание, ну и, конечно, обращать внимание на специальные телепередачи, которые вы проводите тематически, именно с обзором изменений в пенсионном законодательстве. Но хочу заверить, что все, что у нас делается в рамках улучшения пенсионного обеспечения или меняется законодательство, то мы всегда с чувством даже, может быть, большой ответственности выполняем эту работу, и чтобы ни один пенсионер у нас не был обойден. Потому что если что-то, когда что-то произойдет, то обязательно мы человека вызываем, обязательно доводим все изменения до логического завершения. И если были какие-то не до выплаты, то, конечно, мы обязательно человека это все восстановим. Давайте попробуем сегодня упомянуть обо всех выплатах по линии пенсионного фонда. У нас 1 апреля будет также произведена индексация ежемесячных денежных выплат. А это получать ежемесячные денежные выплаты почти у нас 260 тысяч человек по области. То тоже это немаловажный аспект, и потому это, так сказать, ожидаемый результат. И также с 1 января мы проиндексировали материнский семейный капитал. Ну и сегодня уже стоимость материнского семейного капитала составляет 453 тысячи рублей. Вот мы, опять же, в нашу предыдущую встречу говорили о том, что, может быть, материнский капитал сойдет на нет, может быть, будут какие-то глобальные изменения. Ожидаются ли они в 2015 году? Мы материнский семейный сертификат будем выдавать на второго и последующего ребенка в семье весь 2015 год. Вот здесь каких бы изменений нет, кроме как увеличения стоимости материнского семейного капитала. Но хочу сказать, что идет очень активный процесс использования средств материнского семейного капитала. Но как мы за уже существование этого материнского семейного капитала, более 6 миллиардов граждан в Рязанской области направили денежных средств по тем направлениям, по которым можно использовать их четыре. Это улучшение жилищных условий, это содержание детей в детско-дошкольных учреждениях, образование детей. И можно формировать накопительную часть мамы. Львиные доли этих денег, более 5 миллиардов, это ушли именно на улучшение жилищных условий или через погашение кредитов и процентов по кредитам. Какие-то особенности использования материнского капитала по части именно улучшения жилищных условий, чтобы люди знали, что на законодательном уровне можно, а что нельзя, потому что от незнания, как правило, идет нарушение закона? Законодательство не запрещает покупать, приобретать жилье у родственников. То есть для этого только должно быть все правильно оформлено. Когда все соблюдается, то никаких ограничений, никаких нет. Единственное, за чем мы следим, чтобы не было, так сказать, обналичивание материнского семейного капитала через различные схемы по приобретению ветхого, недорогого жилья. Какое наказание грозит нарушителям закона? Ну, нарушителям закона грозит наказание одно. То есть мы дело передаем в правоохранительные органы, возбуждаются уголовные дела, идут судебные процессы, и если деньги были использованы, а улучшение жилищных условий, надлежащих, не установлено, то, соответственно, деньги возвращаются в казну. На тот, кто этими схемами работал, они несут определенную уголовную ответственность за это. Но ведь мы говорим, как правило, о многодетных мамах. Я просто хочу, чтобы наши телезрители понимали, за все будет какое-то наказание, причем серьезное. У нас вот буква «закон», она где-то маячит на горизонте, и никто не понимает, что она может быть очень близко. Ваши мысли правильны. И благодаря вашему разговору надо просто предостеречь всех владельцев материнских семейных сертификатов. То есть когда они будут использовать их как уже на использование денежных средств, то, конечно, в первую очередь надо идти только честным путем, потому что все левые схемы, они все чреваты своими последствиями. Давайте напомним, что такое новая пенсионная формула. Хочу сказать, что с 1 января 2015 года вступили в силу те изменения в пенсионном законодательстве, которые в корне меняют, так сказать, подходы, что ли, к учету пенсионных прав граждан. И сегодня новая пенсионная формула подразумевает размер пенсионного капитала не от заработка и стажа, а именно от заработанных пенсионных баллов или пенсионных индивидуальных коэффициентов. Пенсионный балл представляет из себя отношение заработка гражданина за год к максимальному заработку, с которого удерживается страховой взнос в пенсионный фонд. Сумму годовой заработка гражданина делим на 711 тысяч рублей, то и получается как раз количество баллов. Ну и, соответственно, умножается на 10. Это выгоднее или нет того, что было до этого? Ну, с точки зрения финансов, это, наверное, не так выгодно или невыгодно, трудно сказать, потому что ведь все изменения в пенсионном законодательстве, они связаны с тем, чтобы вывести заработную плату с тени. И мы говорим, что чем выше заработок ваш, тем ваше будет количество баллов больше. И к моменту выхода на пенсию, ведь есть еще одно условие, кроме как возраста 55 лет, 60 лет, еще и требует как минимум 30 баллов заработок в течение всей трудовой деятельности. Это реально? Ну, реально, конечно. То есть, если мы с вами возьмем заработок, допустим, 10 тысяч рублей в год, 10 тысяч рублей в месяц, 120 тысяч в год делим на 712, то в течение необходимого стажа минимум 15 лет, который вводится опять с 1 января 2015 года, то заработать 30 баллов реально. Но если взять город Рязань, где очень много таких учреждений, где есть белая зарплата и все остальное, то, наверное, нашим пенсионерам в будущем придется немножко трудновато. Ну, это зависит от них все. А где работать? Что вы посоветуетесь, скажем так? Посоветовать надо только одно – не молчать. Сообщайте в отделение пенсионного фонда, в наши службы. Сообщайте в налоговые органы. У нас есть Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Если мы получаем анонимное, так сказать, письмо от гражданина, что он работает там-то, а заработок выплачивается по двум схемам или по трем, то да, мы тогда, обладая этой информацией, делаем соответствующие документальные проверки. А практика такая, она есть, она была в прошедшем году. Да, и есть результаты хорошие. Ну, давайте на этой хорошей и доброй ноте мы с вами попрощаемся. Наши 10 минут истекли. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, смотрите на нашем сайте. город62.тв. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова